Привет всем из Японии, из Токио. Сейчас я нахожусь в центральном районе Гинза. И в этом видео предлагаю вам посмотреть, что изменилось за неделю в одном из самых популярных районов, где очень много разных ресторанов, магазинов, бутиков, в районе, который очень популярен у туристов. Самая главная новость за эту неделю, в связи с коронавирусом, с 8 апреля японское правительство ввело чрезвычайное положение в стране. И давайте посмотрим, что изменилось на улицах. Как вы видите, в центральных районах закрылись все магазины и бутики. До этого уже были закрыты все развлекательные центры, парки, Диснейленд, Диснейси. Были закрыты школы на две недели, потом были весенние каникулы, и сейчас половина японских школ уже продолжают свое обучение. Введение чрезвычайного положения в Японии все равно не подразумевает серьезный карантин. Просят граждан выходить из дома только по мере необходимости. При этом соблюдать меры предосторожности, желать наносить маски, дезинфекция рук, мыть ее рук. Не собираться большими компаниями, избегать плохо проветриваемых помещений. Гензе – это развлекательный район, в котором, особенно в выходные дни, собирается очень много людей. Поэтому было принято решение о закрытии крупных универмагов-бутиков. Вот открыт, например, небольшой цветочный магазин, но, возможно, он тоже закроется. Огромные бутики. На противоположной стороне вы можете видеть бутик Луи Виттон закрыт. Это Шанель. Новая коллекция на витринах, но бутик тоже закрыт. Не знаю, будут ли завешивать витрины, возможно, но пока они вот в таком вот виде. У меня развлекательный бьюти-канал о шопинге, моде, красоте. И я часто снимаю видео о шопинге в районе Гинза. Давайте посмотрим, как это место выглядело в феврале месяце. А это лето прошлого года. Да, людей на улице, конечно, очень мало. Я никогда не видела район Гинза таким. Витрины дорогих ювелирных брендов. Все закрыто, украшения сняты. Сейчас мы с вами находимся напротив универмага Мацуя. Коллекция Лоевы. Написано, что эксклюзивно выйдет 15 апреля в Японии. Первый в мире, но в связи с коронавирусом этому быть не суждено. Конечно, магазины, бренды терпят огромные убытки. В крупных универмагах на нижних этажах торгуют едой, деликатесами. Я специально пришла посмотреть, но их закрыли тоже. Хотя аптеки и супермаркеты должны быть открыты. Закрыли вот такие маленькие палаточки. Это та каракутия, лотерея. На сегодняшний день, 12 апреля, в Японии не так много зараженных людей коронавирусом. Это 6921. Но это если смотреть, конечно, в международных масштабах. Самая серьезная ситуация в Америке. 522 286 зараженных. В Испании уже почти 162 тысячи. В Италии 152 271 человек. А во Франции 130 727 человек. На видео вы можете видеть, что некоторые рестораны открыты. Насколько я знаю, пока жесткого решения о закрытии всех ресторанов нет. Но после 7 вечера запретили алкогольные напитки. Также рекомендовано закрыть бары, караоке, развлекательные клубы. Откуда по статистике идет наибольшее количество заражений сейчас. Но рестораны все равно многие закрываются, так как просто нет посетителей. Сейчас на видео вы можете видеть опять съемку, которую я делала прошлым летом. Вот такое вот количество людей обычно в этом месте. А это видео снято в феврале 2020 года, когда уже был закрыт въезд в Японию китайских туристов. Но, как видите, людей было очень много на улицах. А сейчас можно увидеть закрытые магазины. Это бутик Michael Kors. А напротив один из самых известных универмагов Митсу Коши. Это видео снято в феврале месяце. Можно видеть очень много людей на улицах и многие из них в масках. На тот момент в Японии не было, наверное, еще даже тысячи зараженных. И был закрыт въезд только для китайских туристов. Вирус в Японии распространялся очень медленно. Практически вообще не было зараженных. Но последние две недели опять произошла небольшая вспышка. В Японии ввели режим чрезвычайного положения для того, чтобы правительство могло использовать частную собственность. Например, землю или здание гостиниц для обустройства у них временных больниц. Что не позволяло японское законодательство без введения чрезвычайного положения. Остальные меры, такие как закрытие магазинов, ресторанов, носят рекомендательный характер. Сейчас мы с вами небольшой булочный, который находится напротив универмага Митсу Коши. Они работают по короткому режиму. Посмотрите, полки практически пустые. Не знаю, это связано с тем, что напекли мало хлеба, думая, что никого из посетителей не будет. Или с тем, что его раскупили. Наверху есть кафе, которое тоже, кажется, еще работает. Но вот я тоже, пользуясь, так сказать, случаем, купила хлебушка. Давайте пройдемся дальше. Посмотрим, это закрытый универмаг Митсу Коши. В витрины завешаны, везде висят объявления, что в связи с коронавирусом универмаг временно закрыт. Очень странно, что закрыли также нижние этажи, где продаются продукты. Вот так выглядит здание Митсу Коши. Можно видеть, что сняли даже рекламу, которая всегда вот здесь висит. Через два дня после закрытия в новостях сказали, что не обязательно было закрывать нижние этажи. Скорее, все рекомендации по закрытию были связаны именно с ночными заведениями. Караоке, клубы, где люди выпивают, общаются на близком расстоянии и, естественно, без масок. Из Акаи также рекомендовано не продавать алкоголь после 7 вечера. Сейчас на видео вы видели лето прошлого года, а это февраль месяц 2020 года. Это один из самых крупных перекрестков. Здесь всегда очень большое скопление людей. Можно видеть, как сейчас изменилась ситуация на этом перекрестке. Наверное, количество людей уменьшилось на 90%. Многие японские компании по возможности перешли на работу из дома, но там, где это невозможно, продолжают работать. Часто по сокращенному графику. Сейчас мы с вами видим терраса, кафе, все закрыто, столиков нет. Обычно здесь очень много посетителей, потому что здесь красивый вид, тем более в такую погоду. В обычный день сейчас бы все места были заняты. Небольшой магазин, торгующий сладостями, работает. Чизкейки, пирожные. Но посетителей практически нет. Соседний магазин, в котором тоже продаются, видимо, сладости. И печенья сэмбэй соленые тоже открыт. Продаются вот такие симпатичные упаковки весенние с сакурой. Это соленые рисовые печенья сэмбэй. А здесь сладости в японском стиле. С клубникой, сакурой. Можно видеть, что весь обслуживший персонал в масках. В следующий магазин здесь часто стоят очереди. Бельгийские вафли, но он закрыт. Написано, что с 8 апреля закрыт. На улице можно видеть, наверное, больше 90% людей в масках. Я тоже ношу маску сейчас. Маску нужно надевать только при большом скоплении людей. Например, в метро или в магазинах. Улицы сейчас пустынные. Это видеосъемка лета прошлого года. Можно видеть и туристические автобусы, и много людей на улицах. Это сейчас Ботега Венета закрыта. Но коллекцию пока можно посмотреть на витрине. А это около того же бутика Ботега Венета в феврале месяце. Можно даже не перечислять магазины и бутики, потому что они все абсолютно закрыты. Это и Гуччи, Армании, Эрмес, Феррагамма, Шанель и Виттон мы тоже с вами только что видели. А это огромный бутик Армании на Гинза. Здесь и Джорджио Армании, и Эмпорию Армании, и рестораны, кафе. На самом верху бар Армании и даже салон красоты. Также объявление, что бутик закрыт. Можно видеть, что очень мало людей на улицах, но они не пустые. Этот кусочек видео февраль месяц. А это самая популярная у туристов аптека Мацумото Киющи. Такой я и не видела никогда. И лето прошлого года. Вот так вот выглядит это место. Здесь всегда очень много людей. В очереди туристы, получающие Tax-Free. Да, думаю, однозначно на видео видно разницу, как район Гинза выглядит сейчас и раньше. По японскому законодательству власти не могут ограничить работу частного бизнеса, работу кафе, ресторанов, баров. Только просят и рекомендуют закрыть места, в которых большое скопление людей. Но никаких наказаний за неповиновение не предусмотрено. Все супермаркеты, аптеки в Японии открыты. Также работают, естественно, банки, операторы сотовой связи. И больницы, также стоматологические клиники. Недавно стоял вопрос, закрывать ли салоны. Именно услуги парикмахерских сейчас было принято решение пока их не закрывать. Но персонал, естественно, работает только в масках. Я знаю, конечно, из новостей, что во многих странах, в европейских странах и в России введен очень жесткий, серьезный карантин. Выход из дома только по пропускам. Здесь только рекомендуют оставаться дома. Но в Японии граждане прислушиваются к рекомендациям правительства. Это можно видеть по таким пустым улицам. Стараются, конечно, меньше выходить из дома, собираться большими компаниями. Но прислушиваются, видимо, не все. В новостях часто передают. И просят прекратить работу ночных заведений, караоке-клубов, хостес-клубов, откуда идет наибольшее количество заражений сейчас. Мы с вами прошлись по маленьким улочкам Гинза. Вот видео февраля месяца. Можно увидеть вот такое количество людей. И сейчас на этих улочках очень-очень пустынно. Практически все закрыто. Остались открыты буквально несколько кафе и ресторанов. А вот так здесь было летом. Starbucks-кафе тоже закрыли. И сейчас мы с вами опять на главной улице. Здесь закрыто практически все. Очень мало прохожих. Странно видеть центральный район Гинза таким. А этот кусочек видео снят на этом же месте в феврале месяце. Вы можете видеть разницу. На Гинза всегда весело, шумно, много людей. Все приезжают за покупками в рестораны, кафе. Сейчас в Японии сокращены международные рейсы. Сегодня в новостях видела, что около 180 пассажиров вылетели из Токио в Москву рейсом аэрофлот. Ранее с 27 марта российская сторона прекращала авиасообщение с другими странами. Поэтому сейчас, конечно, никаких туристических поездок нет. Когда они возобновятся, неизвестно. Может быть, к лету. В Японии в новостях еще передавали, что всем иностранцам и туристам, которые находятся в стране и у них заканчивается виза в апреле-майе, продлили визы на 3 месяца автоматически. Это сделано для того, чтобы не было большого скопления людей в иммиграционных службах. Сейчас на видео вы видели кадры февраля месяца и лета прошлого года. Они были сделаны на том же месте около крупного торгового центра Гинза-Сикс. На них можно видеть, как всегда здесь было многолюдно. И сейчас эта же улица выглядит вот так. Режим чрезвычайного положения в Японии продлится месяц. Так что все ваши самые любимые видео, которые выходили на моем канале в шопинг-влоге, отменяются. Часто снимала их в этих местах. Вот, видите, магазин Юникло. Это самый большой магазин во всей Японии, многоэтажный. Что, интересно, здесь написано? Давайте посмотрим. Пока написано, что планируется закрытие до 6 мая. А вот небольшой кусочек видео, снятый в феврале месяце. Тот же магазин Юникло. В обычное время, в выходные дни, район Гинза всегда перекрывался, и она становилась пешеходной. Но в последний месяц улицы не перекрывали, и в субботу и воскресенье были уже закрыты универмаги крупные. А с 8 апреля, как видите, закрыли практически все. Вот еще какой-то одинокий работающий магазин. Здесь продаются тоже японские сладости. В видео периодически я вставляю кадры, которые были сняты в феврале месяце на этом же месте. Вот так вот выглядит центр Токио сейчас. Не знаю, будут ли еще больше ужесточать меры. Но пока вот так. Свободное передвижение, но основные все магазины, большинство ресторанов, кафе закрыты. Пишите, откуда вы меня смотрите, как изменилась ситуация у вас, в вашей стране, где вы живете. В самом начале марта снимала здесь видео из люксовых брендов, шоппинг-влог, но так до сих пор его и не выставила. Весенние коллекции дорогих брендов. Не знаю, если вам интересно это видео, то пишите в комментариях. Я его обязательно сделаю и выставлю в следующем на канале. Хотя сейчас и все магазины закрыты в разных странах. Ну, может быть, как развлекательное это видео вам понравится. Пишите в комментариях, хотите ли вы его видеть. А в этом видео мы с вами можем видеть только закрытые витрины магазинов. Давайте посмотрим весеннюю коллекцию хотя бы через стекло. Нежные приятные оттенки в бренде Клоэ. Сумочки бежевый, серый, припыленный розовый цвет. Что интересно, за количеством людей не замечала даже некоторых брендов. Я вижу здесь бутик Римова, чемоданы. И много других марок, которые я даже не замечала. И воздух стал каким-то очень чистым. Напротив большой магазин Zara тоже закрыт. Давайте перейдем дорогу. Напротив это ресторан немецкой кухни, очень большой. Пивной ресторан, холл. Издалека мне показалось, что он открыт. Но на самом деле просто персонал, видимо, убирается внутри. И висят объявления, что они закрылись. Вот так здесь красиво продемонстрированы блюда. Как это часто бывает в Японии, муляжи еды. Выглядит очень аппетитно. Я здесь была, но много лет назад. Надо будет сходить, когда откроется снова. Пока написано закрыты до 6 мая. Витрины Dior с весенне-летними коллекциями. Очень красиво сделаны. Но давайте посмотрим, раз уж я нахожусь здесь рядом. Новые сумочки Lady Dior сделаны из ткани. Очень тоже красивые. Сейчас я уже собираюсь ехать домой. Хотела зайти в один чайный дом, посмотреть, может быть, он открыт. Еще купить свой любимый чай. Давайте пройдемся еще по одной маленькой улочке. Здесь еще небольшой ресторанчик открыт. Но тоже возможно, что это на днях все закроется. Здесь все закрыто. Что-то я уже не уверена, что чайный дом может быть открыт. Но давайте пройдемся вон он вдалеке. Он открыт. Мне повезло. А то бы я осталась без своего любимого чая. Называется Marriage Frère. Французская марка. Внизу здесь магазин, где можно купить разные сорта чая. А наверху несколько этажей кафе. Дальше по дороге на маленьких улочках открыты некоторые рестораны. Вот Tempura. Видно, что там есть один всего посетитель. И вот такие магазины сладостей. Но я довольная со своим любимым чаем и булочками отправляюсь домой. И это видео плавно перетекает, так сказать, в домашний влог. Сейчас я уже дома. Вот мой любимый чай называется Balero. Сидеть дома будет не так скучно, хотя бы с любимым чаем. Сейчас в ресторан не хожу, поэтому буду готовить дома спагетти. Кому интересно, оставайтесь, смотрите видео дальше. Ну вот прям совсем такой домашний влог. Я обычно готовлю без рецептов, что есть в холодильнике. И с того и буду готовить. Я обожаю итальянскую кухню, часто ее готовлю до введения чрезвычайного положения. Закупилась немного продуктами, чтобы часто не ходить в магазины. Так сейчас буду использовать помидорчики черри, немного зелени. У меня остался сыр Филадельфия, кусочек небольшой свинины. Это оливковое масло, свежая спаржа, сыр пармезан, немного чеснока. Что здесь у меня еще? Вяленые помидоры в банке. В масле я всегда покупаю вот такие большие банки. Специально для спагетти, пиццы, ну и, конечно, сама паста. И небольшой кусочек мяса. Сегодня я буду использовать свинину. Можно делать из курицы, либо из рыбы даже. Чесночок, такие крупные дольки. Я буду использовать половинку. На плиту сразу поставила сковородку, чтобы она разогревалась. И наливаю туда оливковое масло. Раздавливаю дольку чеснока, предварительно вынув из нее сердцевинку, чтобы не горчило. И мелко нарезаю. Сковородка с оливковым маслом разогрелась. Я обжариваю немного чеснок на слабом огне до легкого золотистого состояния. И вынимаю чеснок, чтобы он не сгорел. И у нас получилось вкусное чесночное масло. Теперь я нарезаю мясо. Можно нарезать как угодно, тонкими полосками, как вам нравится. Это не какой-то конкретный рецепт. Я делаю просто по настроению. Кусочки мяса сверху закрываю пленкой и немного отобью их. Переверну кусочки мяса. Отобью с другой стороны тоже немного, чтобы оно было более нежное, мягкое. Теперь свежий перчик и соль. Обжариваю кусочки мяса на чесночном масле с двух сторон. Отрезаю жесткую часть у спаржи и режу ее пополам. Переворачиваем мясо. Обжариваем с другой стороны тоже до золотистой корочки. Помыла помидорчики черри. Буду использовать их целиком. Отрезаю только веточки. Отодвинула мясо и в эту же сковородку добавляю спаржу. Вот так вот порезала помидоры. Буду добавлять их в самом-самом конце. Сухие вяленые помидоры из банки. Они достаточно соленые. Нужно их немного измельчить. Можно добавить вместо помидоров, например, оливки. Но у меня сейчас их нет. Снимаю и готовлю одной рукой. Поэтому извиняюсь, конечно, за качество съемки. Но у меня не кулинарный канал. Поэтому просто показываю вам, что сегодня готовлю. Добавляю травы. Сухой базилик и петрушка. Можно использовать свежие. У меня осталось совсем немного, поэтому использую сухие тоже. А это микс из прованских трав. Добавляю совсем немного, потому что там есть розмарин. Получится более ароматно. Особенно подойдет к курице. Все делаю в одной сковородке. Сюда же выложила вяленые помидорчики. Опять купила вот такую вот пасту. Я ее часто покупаю. Она, как бы так сказать, сырая. То есть она не высушенная. 5 минут ее надо варить. Вот так она выглядит. Но, естественно, это могут быть абсолютно любые обычные спагетти. Все в сковородке пожарилось. И в самом конце я добавляю помидорчики. Помидоры не нужно долго обжаривать. Они должны быть полусырыми. В подсоленную кипящую воду закидываю пасту на 5 минут. Помешаем спагетти, чтобы они не сликлись. Немного посолю помидоры и добавлю оливкового масла еще. Мне нравится с ароматом базилика, с чесноком тоже вкусно. Сегодня я использую вот такой вот с травами, базилик. Помидоры обжариваю буквально 1-2 минуты. Выключаю и добавляю свежие травы. 5 минут прошло. Сливаю воду. Заранее приготовлю тарелки, на которые буду выкладывать пасту. Сверху поливаю оливковым маслом. Пробую пасту на соль. Если недостаточно, можно на этом моменте посолить. И посыпаю зеленью. Можно использовать и сухие травы, и свежие. Базилик и петрушка. Туда же выкладываю обжаренный чеснок. На тарелку сначала выкладываем пасту. Сверху мясо, овощи. Ну вот, получилась вот такая вот вкуснота. Добавлю еще сыра, и можно уже есть. Аромат стоит потрясающий. Мне нравится добавлять кремовый сыр. Он немного подтаивает от горячей пасты. И получается очень вкусно. Сверху на терке, либо обратной стороной ножа, можно натереть сыр пармезан. Ну вот, получилась вот такая вот красота. Паста готова. Как называется, не знаю, паста от блондинки. Пишите варианты названий в комментариях. Я практически никогда не готовлю блюда по рецептам. Они у меня всплывают сами в голове. Сегодня вот было такое настроение. Такую пасту можно приготовить и с курицей, и с рыбой. Тоже будет очень вкусно. Еще с крабами. Можно добавить еще чего-нибудь вкусненького. Что-то вроде базиликовой пасты, например. Сегодня прекрасная погода, поэтому обед на балконе. Приятного всем аппетита! На этом я заканчиваю видео. Вы спросите, зачем мне на балконе бинокль? А я вам скажу, что это очень удобная вещь. Если у вас под домом, например, есть аптека, узнать, есть ли сейчас в наличии туалетная бумага или маски, которые по-прежнему в большом дефиците в Японии. В общем, вот так вот я отслеживаю обстановку в аптеках, чтобы лишний раз туда не ходить просто так. Ну вот, шутки шутками, а доля правды в них есть. Давайте откроем еще печеньки, очень вкусные. Японская марка называется Йокумуку. Вообще-то я их купила в подарок. И сейчас наверняка этот человек смотрит мое видео. Ну, в общем, так как моя поездка в Москву отменилась, отменилась за буквально 3 дня до отъезда, все подарки я уже купила. И вот такая вот вкуснятина. Большая коробка с печеньем, можно сказать, вся досталась мне, потому что срок хранения до июня месяца. Я не думаю, что, конечно, я смогу полететь в Россию до июня. Так что буду есть вкусняшки сама, но когда полечу в Россию, куплю еще другую коробочку. А это лимитированный весенний набор. Такие вот обычные трубочки, еще трубочки с молочным шоколадом. И есть даже печенье со вкусом клубники, вот такое вот шоколадное. Вот эти печенья Йокумуку очень вкусные. Они такие нежные, хрустящие, тают во рту. Ну, давайте откроем пару штучек, попробуем. Ммм, они, конечно, очень вкусные, воздушные. Написано, что внутри начинка из молочного шоколада, но больше похоже на вареную сгущёнку или какую-то мягкую карамель. Очень-очень вкусно. На этом заканчиваю видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Пишите комментарии. Всем до свидания из Токио! Субтитры подогнал «Симон»!